Жизнь в вопросах и восклицаниях по рассказам Антона Павловича Чехова. В Молодежном театре торжественно закрыли 16 сезон. В Волгоградце и гости нашего города увидели спектакль режиссера Вадима Кривошеева. Автор объединил семь рассказов классика в единую историю любви. От первых признаний до зрелых, проверенных годами чувств. Правда ли, что жизнь – беспечная игра, исход которой узнает лишь одна судьба, узнала Инна Емельянова. Любви все возрасты покорны. Это чувство обладает невероятными возможностями. Оно может быть многогранным и простым, но почти всегда безграничным и всеобъемлющим. Вот если ты знал, как сильно я ее люблю, она божество! Кончу курс в гимназии и синих в стане. Шуточка, пропащее дело, неудача, перед свадьбой, злой мальчик, жених и выигрышный билет. Лейтмотив всех этих, казалось бы, совершенно разных историй – любовь. Герои спектакля пребывают в разных состояниях – юношеской влюбленности, романтической увлеченности, ревности, страсти и неразделенности чувств. Их жизнь проходит в вопросах и восклицаниях. Чехов подчеркивает и любовь, и расставание, и смерть, и радость. И он все в этом так замечательно соединяет в себе, что зритель приходит, смотрит и что-то для себя, либо хорошее, либо плохое, уносит. Для молодежного театра спектакль «Жизнь в вопросах и восклицаниях» юбилейный. В этом году ему уже 10 лет. Режиссер и автор инсценировки Вадим Кривошеев рассказывает, постановка претерпевала неоднократные изменения, но энергетика оставалась неизменной. Все объединено в этом спектакле, в общем-то, единой мыслью взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Я еще помню, 10 лет назад мы обсуждали и пришли к выводу, что нашу планету населяют две совершенно разные расы. И они ищут пути взаимоотношений. Со-дружество, что ли, со-единение, которое мы, наверное, в жизни называем любовь. За 10 лет постановку показали 140 раз. Ее увидели более 10 тысяч зрителей. Поздравить артистов театра с успешным окончанием 16 сезона пришли друзья и преданные поклонники молодежки. Зал маленький, актеры постоянно с тобой взаимодействуют, и ты настолько погружаешься в историю, как будто ты не сидишь просто в зале и наблюдаешь за тем, что происходит. А ты реально погружен, по факту ты взаимодействуешь с каждым актером на сцене. И это, мне кажется, прям очень круто. Это вообще один из лучших театров нашего города. Сегодняшний спектакль я буду смотреть второй раз. Я на него с удовольствием пришла, потому что этот спектакль очень легкий, очень искристый такой, очень милый, я бы сказала, очень летний. Труппа молодежки признается. Уходящий театральный сезон был непростым, но очень насыщенным. Театр показал свои спектакли 245 раз. Проданы более 16 тысяч билетов. Из них по Пушкинской карте почти 7 тысяч. 15 лет нашему театру. И очень много мероприятий прошло в рамках поздравлений и в рамках празднования 15-летия. Мы поставили очень значимые спектакли. В прошедшем сезоне артисты молодежки представили три премьеры. И все по произведениям российских авторов, вошедших в Золотой фонд литературы. В воскресенье по роману Льва Толстого, Евгения Онегин по поэме Александра Пушкина и невольницы по пьесе Александра Островского. Актеры театра также были удостоены высокой награды. Государственной премии Волгоградской области второй степени в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительской деятельности в номинации «Театральное искусство». Этот сезон был счастливый. Я стала богаче на три главные роли. В этом году у нас приезжал замечательный педагог Вахтанковского театра. Ласковая и спасибо ей большое. Она нас очень вдохновила. И у нас было четыре счастливых дня тренинг. Мы делали тренинги по сценической речи. Плодотворный театральный сезон завершился. После отпуска трупа молодежки будет вновь радовать зрителей. Я думаю, что 17 сезон, на который я вас всех приглашаю, я думаю, что он будет удивительным, потому что актеры готовят что-то интересное, и мы будем вас ждать. В новом сезоне артисты молодежного театра обещают к показу пьесу Шекспира «Ричард III». Над постановкой будет работать Карен Нерсисян, художественный руководитель Ереванского русского драматического театра имени Константина Станиславского. Премьера спектакля намечена на октябрь. Инна Емельянова, Виталий Грищенко. Время новостей.